Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И в этом видео мы расскажем вам историю арбалета от самого начала и до сегодняшних дней. Не всю, конечно, но самое интересное и любопытное. Немало есть научных трудов, мифов, спорных утверждений и книг об арбалетах. История этого оружия начинается еще до нашей эры. Мы перебрали множество источников для того, чтобы рассказать вам все самое любопытное. Даже суровым дядькам того времени было неудобно все время держать тетиву натянутой и одновременно целиться. Поэтому нужно было придумать механизм, который сможет как бы закреплять энергию. И мало того, помимо того, чтобы придумать такой механизм, нужно еще придумать, как именно это сделать, еще и с возможностью резкого высвобождения тетивы. Конечно, сразу же арбалет не стал идеальным. Первые устройства были ужасно неудобные. Тугую тетиву приходилось тянуть руками к замку, что требовало лишних сил и энергии. Однако в пятом веке до нашей эры в Древней Греции кто-то, видимо, очень умный придумал, как решить эту проблему. И только во втором веке в Китае конструкция арбалета стала похожа на нечто современное. Интересно, что самые первые арбалеты были очень простые по своей конструкции. Это был деревянный лук, прикрепленный к ложе. Но даже такой арбалет мог стрелять до 100 метров и убить целого воина, пусть и без доспехов. Был момент, когда арбалеты совсем вышли из моды. Например, в период династии Хани, где эти арбалеты сыграли значительную роль. И про них просто забыли, представляете? Они победили, использовав такое технологическое оружие, и надолго, аж до 11 века, просто о нем забыли. Долгое время арбалет в Китае, как и в других странах, использовался только для охоты. Зато в 11 веке норманы активно использовали арбалет против своих саксонских противников. Как и крестоносцы взяли на вооружение, в прямом смысле этого слова, столь смертоносное оружие. Если вас вдохновляет Ричард «Львиное сердце», то в его эпоху арбалет был очень популярен. А сам знаменитый король Англии отлично владел этим оружием и поразил им ни одного врага. В конце 12 века арбалеты попали в руки мореплавателей и начали свою карьеру в роли морского оружия у пехотинцев, ну и на флоте. Стали формироваться специальные отряды арбалетчиков во многих государствах. Любопытный факт, в 12-13 веках дуги арбалета с внутренней стороны проклеивались пластинами из китовьего уса, а для варки клея использовались сушеные рыбьи пузыри. В начале 13 века арбалет стал еще удобнее. Появился такой механизм, как поясной крюк. Стрелок вставлял ногу в стремя арбалета, цеплялся крюком за центральную часть тетивы и распрямлял туловище, таким образом взводя арбалет. А уже в 14 веке вместо поясного крюка появилась козья нога. Это прототип современного натяжителя. В 15 веке арбалеты стали делать из стали. Такое оружие могло стрелять до 400 метров и пробивать любую броню до 90 метров. На Руси же арбалет называли самострелом. Он представлял из себя лук с рычагом спуска, встроенный в ложу. Самострелы делились на ручные и станковые. Ручные, как понятно из названия, взводились вручную с помощью стремени, а станковые устанавливались на раму с колесами наподобие пушек. 15-17 века знамениты тем, что появились упрощенные арбалеты, облегченные немецким упоротом и сильной дугой. В 17-19 веках арбалет, как в принципе и в любое другое время, яро соперничал с луком. Арабский ученый Ибн Худель высказал свое мнение об этом, которое заключалось в том, что луки более всего подходят конным воинам, а арбалеты пехотинцам. Особенно в осадах, морских боях и операциях подобного рода. В Первой мировой войне немцы, французы и андричане применяли это оружие в качестве гранатомета. С середины 1950-х стал развиваться арбалетный спорт. В последнее время интерес к арбалету сильно вырос. Его стали использовать как на охоте, так и для развлечения. Вот такая интересная история у арбалета. Напишите в комментариях, интересно ли вам было ее узнать. И интересно ли вам более углубленно узнать там о том, как устроен арбалет древности или что-то такое. А на этом все. С вами был Олег, канал BeerHunter. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Еще раз скажи, до новых встреч! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!